Комментарий на YouTube-канале. Илья, спасибо вам огромное за рассказ, и в особенности за наглядную иллюстрацию метода Петра Антоновича Пестова. Очень многое стало более понятно. Если можете, расскажите, пожалуйста, почему в русской школе так много внимания и дани отдаётся тому, что танцовщик долго учился у одного единственного педагога. Для меня парадокс в том, что школа подразумевает, что все преподаватели всё делают по одной и той же методике. Если так, то почему так ценится то, что танцовщик выпускался у одного определённого педагога? Обыватель думает, что все книги одинаковые, что русская школа, у неё есть некий свод правил незыблемый. Однако, как комментарий говорит, почему-то мы профессионалы, мы гордимся, что мы выпускали, что мы учились у определённых педагогов. Почему? Дело в том, что есть результативные преподаватели, а есть нерезультативные преподаватели. И результативные преподаватели, у них, видимо, есть какие-то секреты, которые позволяют им давать лучшие результаты. И вопрос был в том, это связано как-то с школой, если все учат одинаково? Связано. Мы не все учим одинаково. За последние два года я переработал все учебники, которые касаются первого года обучения классическому танцу в русской балетной школе. Переработал подробно каждое отдельное движение. И выясняются очень интересные детали, что даже в постановке корпуса методисты отличались друг от друга. В качестве открытия ноги, ну, казалось бы, самое простое движение, открытие ноги, методисты отличаются. Кто-то говорит из методистов, нога движется по полу легко и свободно. Ну, вот как ты понимаешь легко и свободно? Это значит, без каких-то либо усилий, да? Таких явных. То есть, как мы разговариваем, как человек поет. А кто-то из методистов учил, когда надо пыжиться. Она смеется над нами. Нет, действительно, надо пыжиться. Грубо говоря, мой преподаватель, Петр Антонович Пестов, значит, у него вот это открытие ноги должно было происходить так, чтобы у тебя туфли продирались до дыр от того, с какой силой ты нажимаешь на пол. Вот и отличие. То есть, абсолютно все движения классического танца исполняются всеми преподавателями по-разному. Это может зависеть от скорости исполнения, это может зависеть от приемов, обучения данного педагога, что ему в этот момент конкретно нужно этому педагогу. Потому что, если надо выработать силу, значит, будут заставлять пыжиться. Если нужна ловкость и координация, значит, будут двигаться легко и свободно. Потому что вообще в балете у нас очень интересно. Правильность воспринимается как предельное напряжение мышц. То есть, очень многие преподаватели заставляют правильно делать, чтобы было видно, как у тебя хрустят кости и трескаются зубы, и глаза вываливаются. То есть, если ты колено вытянут, то до хруста. Если ты стопу вытягиваешь, то у тебя все дрожать должно. Прям вот нереально. Но у этого есть огромный минус. Чем сильнее ты напрягаешь мышцы, тем более неестественно это выглядит. То есть, уходит координация, уходит грация. Ты выглядишь, как будто ты разговариваешь, что у тебя связано. То есть, что-то не то происходит. А в действительности на сцене, в театре ценится именно легкость подачи, именно естественность. Они должны в итоге научиться легкости, свободе, ну, как бы такой, значит, поэтики, пластики. Что-то такое очень воздушное должно быть. И здесь парадокс. До самого финала своей карьеры все артисты балета, они ищут ту грань, насколько надо напрячься, чтобы выглядеть естественно, насколько надо расслабиться, чтобы овладеть грацией. Потому что, с одной стороны, половина твоего тела от пояса вниз должны выглядеть как монолит, как дом, чтобы поза была убедительной. И совершенно с другой стороны, здесь, наверху, от пояса наверх, ты должен показывать, что ты гостеприимный, дружелюбный, приятный человек во всех отношениях. Пока кладбище не зароет, учить не начнет. Потому что то, как я преподавал 10 лет назад, и то, как я преподаю сейчас, это совершенно разное веще. Вот вообще. То есть я помню, как я начинал, как я заставлял всех пыжиться неимоверно. А теперь я понимаю, что для того, чтобы овладеть сутью движения, надо его тысячи раз сделать, не особо думая про правила исполнения, а просто понять. Это движение терпкое, это движение легкое, это движение, как птичка щебечет, а это движение, оно похоже, как крокодил ногу откусывает. Нет, поэтому у каждого педагога свои приемы, свое объяснение. И методисты отличаются, они даже отличаются в том, как кисть держать. Кто-то говорит, а кому-то больше нравится округленно, кому-то больше нравится вытянута. Мудрые старики, они не говорили, это плохо или хорошо, они проще говорили, и мне вот нравится, умнее они говорили. Они говорят, постановка кисти у студентов, это роспись педагога, это почерк педагога. То есть по постановке кисти можно определить, кто учил. Видишь, она дразнит меня. Я всегда плохо учил руки, особенно кисти. Вообще не умел. Неплохо ноги учил, а руки и кисти вообще это не мое. Вот, вот ответили. Поэтому важно, да, мы гордимся. Мы гордимся теми, кто нас учил.